То, что Сталин живее всех живых, это мы давно уже поняли. Но с сегодняшнего дня усатый генералиссимус жив, можно сказать, официально. Министерство культуры Российской Федерации отменило смерть Сталина. Точнее, рассматривать сейчас два варианта. Отменить его смерть вообще или отсрочить ее так примерно на полгода, но в любом случае, в самой возможности этого министерства сталинскую смерть отменить никто не сомневается. Окончательно решение будет принято в ближайшие несколько часов, так что, затаив дыхание, ждем чудо вполне себе библейских масштабов. Я Алексей Романов, это канал Ньюс Эйдер. Сегодняшний ролик о том, как чувство собственного достоинства превращается в России в пустой звук. К счастью, могила усатого генералиссимуса пока еще цела, и физически любой вождь из нее еще не вылез. Хотя, кто знает, ребята, то в Москве, посмотрите, гляньте, но только аккуратно, а то вдруг там лезет такой, знаете, как зомби. Нет, пока в России запретили только художественный фильм «Смерть Сталина». Вот, судя по трейлерам, это такой чертовски смешной гротеск, комедия, сатира на те события, которые происходили у нас в Москве за несколько дней до смерти вожня и несколько дней после смерти. Мы в России эти события достаточно хорошо знаем, всегда воспринимали их как драму, трагедию, но здесь вот комедию сделали. Фильм снят по знаменитому комиксу 2010 года. Мировой прокат вышел в октябре. 21 января его начали показывать в Литве и в Италии. 25-го должны были начать показывать в России, но, видимо, уже не покажут. Потому что 19 января, вот в минувшую пятницу, группа юристов Министерства культуры, вот так это было сформулировано, накатала своему начальнику, министру Мединскому, донос на этот фильм. Министр, получив донос, немедленно созвал такой орган, называется Общественный совет при министерстве, такая структура, куда входит, например, Нигита Михалков, и совет решил. Комедия «Смерть Сталина» не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной. И вот теперь министерство, которое не прачечное, решает, совсем смерть Сталина в России запретить или все-таки показать, но уже после юбилея Сталинградской битвы, это февраль, после выборов путинских в марте, ну и после Дня Победы. То есть где-нибудь летом. Получается, что маленький такой шанс, что Сталин в России летом 18-го года все-таки умрет, вот этот шанс есть. Но, на мой взгляд, совершенно призрачный. Для меня новость о запрете фильма неудивительна и не неожиданна. Она для меня оскорбительна, причем сразу по нескольким причинам. Но начать с того, что эти подлецы-чиновники позорят мою страну. Теперь еще больше людей в мире будет считать, что русские это такие угрюмые мужланы, которые совершенно не воспринимают юмор. И никогда никому не могут простить, если их диктатора, которого вот этих самых русских миллионами гноил, называют диктатором. Но это еще полбеды, что они портят репутацию страны. Эта репутация так уже мало чего осталась. Хуже другое. Посмотрите, что они отстаивают. Вот, избрано из доноса этих самых юрисов. Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства российского, в скобочках, советского человека. То есть российское и советское – это теперь синонимы? Задел каким-то образом что-то там советское, ты сразу унизил российское? Патриот – это теперь совкадрочер? Ну, хоть что так. Ну или вот. Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение. А что еще может вызывать этот период, кроме ужаса и отвращения? Когда люди загнаны в нищету, в бесправие, в безысходность. Когда любой толстомордый хряк секретает по отношению к простому человеку барин. Когда страной правит какая-то мутная кучка каких-то садистов, самих себя назначающих на должности. Когда в домах для начальства сразу в квартирах строят комнаты для прислуги. Для этой прислуги даже создают отдельные входы, отдельную черную лестницу. А для простых людей при этом жилья в год строят меньше, чем строили в 20-е годы. Это не ужас. Это не отвращение. Я не говорю про ГУЛАГ, про дело врачей и так далее. Знаете, не в Голливуде придумали слово оттепель. Это вот те самые советские. Люди так назвали эпоху, которая пришла на смену сталинской. Что-то такое радостное, светлое, теплое наступило. То, что сменило. Вот то мрачное, угрюмое, страшное, казарменное. Но этим уродам из московских кабинетов на все наплевать. Они мечтают, я думаю, просто о точно такой же власти, которая была вот тогда у тех сталинских, ну что я говорю, в баронерок этих людишек, чтобы тыкнуть не смели. Наверное так. Ну и о личном. Запрет фильма «Смерть Сталина», как и запрет любого другого фильма, как запрет любой книги, любого издания, картины, танца, это личное оскорбление, которое власть бросает в лицо каждому жителю своей страны, наделенному хоть каплей личного человеческого достоинства. Эти мудаки считают, что они умнее меня, талантливее меня, прозорливее. Они решают, что мне можно смотреть, а что для меня вредно. Они относятся ко мне как к ребенку, как к несмышленушу. Блин, я уже 30 лет самостоятельно живу, у меня трое детей. И знаете, есть только два человека, которые без моего разрешения могут учить меня жизни. У меня есть право их не слушать, но они могут это делать. И эти два человека, мой отец и моя мама, и все. И никто, кроме них, не смеет учить меня жизни. Но по какой-то причине вот эти бессовестные, циничные, лживые, на которых клейма, где ставят людишки, набираются наглости, претендовать на роль моих родителей. Не много ли, ребята? Не знаю, может быть там Сталин и Путин, для вас отец родной, но у меня есть мой собственный отец. И вам уродом не следует даже пытаться его заменить. Однако и вот это, пожалуй, настоящая трагедия современной России. Не все считают вот такой вот самозваный отеческий надзор оскорблением. Многие в нашей стране сами готовы отдать в руки каких-то скользких типов свои неотъемлемые права. То есть, видимо, Сталин, он действительно не умер. И, наверное, поэтому Россия вот так вот смирилась и с путинской цензурой, и с путинским чванством, и с путинским всевластием. Я, конечно, уверен, сейчас украинцы взлобно пишут в комментариях про страну рабов. Но знаете, ребята, это вот беда, это несамостоятельность мышления, ослабленное чувство собственного достоинства. А если шире, вот эта архаика в общественных настроениях, это ведь и Украине свойственно, чего уж там. Это вообще свойственно всему так называемому постсоветскому пространству. Сталин не умер. И отменяя сегодня формально смерть Сталина, вот эти уроды из Минкульта просто фиксируют реально существующее положение дел. Увы. Ну и чтобы не заканчивать на грустной ночью, в ноте закончу маленьким объявлением. Я решил изменить, точнее, дополнить название канала. Вот тот уже выучил. Ньюсейдер. Кому-то проще запоминать фамилию ведущего. Романов. Ну, наверное, пусть так вместе и будет. Романов, Ньюсейдер. Подписывайтесь на этот канал с двойным названием. Ставьте лайки. Я Алексей Романов. Россия будет свободной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова